Теплые летние дни подходят к своему завершению. Брещанам так не терпится провести их на природе, выйти на пикник или прогулку за городом. Но есть одна проблема, которая с года в год не теряет своей актуальности. Это сезонная активность маленьких, но совсем не безобидных клещей. И, как говорится, место встречи с ними изменить нельзя. На первый взгляд, самые безопасные территории парки, скверы и аллеи являются теми местами, где количество клещей просто зашкаливает. 20 лет тому назад были не так широко распространены в природе, потому что более был холодный климат. В связи с потеплением они размножились, и теперь сегодня их можно встретить повсеместно. Раньше в Бресте практически клещей не было. Сегодня в микрорайонах, в парках отдыха, на домашних участках, на дачах, пригороде города Бреста везде обнаруживаются клещи. Клещи сидят на траве, на низком кустарнике могут напасть. Если плохо оделись, есть открытые места, клещи заползают под одежду, могут даже часа два-три искать место, где, как говорится, произвести укус. После этого они проникают под одежду, обезболивают место укуса, самое интересное. Пьют кровь человека, потом могут находиться на теле несколько часов или несколько дней. Этих кровопийцев заметить сразу достаточно сложно, а укусы их, как правило, не вызывают боли. А потому стоит помнить, что сами по себе клещи не так опасны, как те болезни, которые они передают. Сегодня зарегистрировано примерно 9 инфекций, которые передаются через кровь при укусе клещей. По Белоруссии у нас основные две инфекции. Это клещевой энцефалит, который клещи передают, воспаление центральной нервной системы или головного мозга. И лайн-борелиоз. Есть такое заболевание, микробное тоже, которое передается через укусы клещей. На сегодняшний день статистика, вот по Бресту 7 случаев клещевого энцефалита, на сегодняшний день, в прошлом году было 2. Сегодня уже зарегистрировано 46 случаев лайн-борелиоза. За прошлый год мы имели 52 случая за год. В этом году пошел буквально рост такой. За июль 17 случаев зарегистрировано, вот за 10 дней августа уже 13 случаев. И все связано опять же с посещением лесов и, можно сказать, активностью клещей, которые находятся в природе. Специалисты санэпидемслужбы каждый год заступают на вахту с первым потеплением. Парки, скверы, зоны отдыха осматриваются планово и постоянно. Обследование местности происходит следующим образом. Облаченным в специальный костюм и резиновые сапоги, энтомолог берет в руки белый флаг и протягивает его по траве, осматривая результаты примерно через каждые 25 шагов. Зацепившиеся за ткань с обеих сторон клещи собираются в пробирке. Сегодня мы проводим плановый сбор клещей. Для того, чтобы их доставить в лабораторию на исследование. Ежедекадно, с февраля по ноябрь, на постоянном пункте наблюдения, который находится на территории Красного двора, проводится учет численности клещей. Работа проводится с целью выявления тенденций многолетних изменений численности и фенологии эксодовых клещей в естественных местах обитания. По приезду на стационар мы регистрируем погодные условия на момент учета, проводим учет численности, определяем видовой состав и планово проводим сбор клещей для исследования вирусологической лаборатории. Чтобы ваш отдых на природе был спокойным и комфортным, специалисты советуют, чтобы вся одежда была светлых тонов. В таком случае обнаружить и вовремя устранить клеща будет проще. А значит, вашу прогулку ничто не омрачит. Если вы посещаете лес, надо покупать, во-первых, репелленты. Репелленты есть против комаров, есть против клещей. Лучше против клещей. Можно обработать одежду, отпугивать клещей. Одеваться, соответственно, надо. Лучше рекомендуется резиновые сапоги, чтобы в брюки вправить сапоги. Если вы будете ягоды собирать или долго по лесу ходить. Вот эти рекомендации. В случае, если неприятной встречи с клещом избежать всю же не удалось, необходимо сразу обращаться к врачу. За истекший период этого года за оказанием помощи при укусе клеща в учреждение здравоохранения уже обратилось 688 человек, из которых 462 – это дети.